Сегодня 23 января, в субботу, в прямом эфире новости в студии Ирина Алиева. Здравствуйте! Коротко о главных темах выпуска. Губернатор Виктор Толоконский принял участие в церемонии открытия Дома дружбы народов Красноярского края. Для чего создан этот объект и какие мероприятия там будут проводить? В Краевом центре подешевел бензин. Стоимость изменили почти все крупные сети АЗС. По какой цене теперь отпускают литр самого ходового топлива? Красноярские студенты прошли стажировку у полицейских спецназовцев. Какие уникальные образцы оружия показали будущим специалистам по боевой технике. В Краевой центр привезли копию знаменитого робота Алантима. Какая миссия у него в Красноярске и о чем умная машина рассказала в интервью нашему корреспонденту. В Идринском районе семейная пара мастерит удивительные сувениры из древесных наростов. В чем особенность работы с таким необычным материалом и как возникло это хобби? В Краевом центре открылся Дом дружбы народов. Этот объект был создан в рамках реализации госпрограммы укрепления единства российской нации. На площадках центра представители самых разных диаспор будут рассказывать жителям региона о своих традициях и культурных особенностях. В церемонии торжественного открытия принял участие губернатор Виктор Толоконский и представители 38 национально-культурных автономий. Подробности у Екатерины Погореловой. В Доме дружбы гостей встречает живая музыка, причем исполняют ее музыканты в национальных костюмах. Здесь нет границ между странами и культурами. На выставке представлены предметы рукоделия, быта и наряды различных народов. В планах организаторов проводить в Доме дружбы лекции по истории культуры, уроки иностранных языков и даже мастер-классы по приготовлению блюд. Главная задача – все вместе учиться понимать друг друга. Двери здесь открыты для всех. Когда собираются вместе люди, когда они рассказывают о своих культуре и традициях, во-первых, это интересно и познавательно. А во-вторых, это позволяет решать такую проблему, как снижение недоверия народов друг к другу. Вот есть такая английская поговорка – чем выше забор, тем лучше сосед. Вот это не наш подход, наш номер. Чем больше ты знаешь о другом народе, тем меньше поводов для подозрительности. Сейчас в Красноярском крае проживают представители 159 национальностей. Сейчас в Доме дружбы представлены более 30. По словам представителей различных диаспор в Красноярске, такой объект был просто необходим. Он еще больше укрепит межнациональные отношения. Красноярский край я всегда считал самым толерантным краем. А город Красноярск самым толерантным городом, потому что я около 30 лет живу в Красноярске, хотя езжу по городам России, разговариваю, общаюсь с другими диаспорами. Такие добрые отношения, как в Красноярске, к иностранцам, так скажем, к другим национальностям, нигде такого качества нет. И чтобы вот это все закрепить, обязательно нам нужен был этот Дом дружбы. На открытии побывал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава региона, пообщался с представителями диаспоры и отметил, что важно не только создавать условия для дружеского взаимодействия, но и выйти на новый уровень сотрудничества. Я убежден, что именно в этом доме будут рождаться самые важные, самые сильные социальные инициативы. Я убежден, что все равно этот дом будет сильнее прививать ко всем нам чувства красноярца, что мы на Красноярский край, что мы хотим так организовать здесь жизнь, чтобы все люди были счастливыми, чтобы все люди чувствовали свое собственное достоинство, чтобы все люди верили в свои силы. Уверен, что будет гораздо больше общих и проектов, и общих программ развития. И вот это вот взаимодействие сотрудничества будет все время прирастать. В Доме дружбы и народов будут реализовываться десятки образовательных и культурных программ. И возможно в перспективе в Красноярске появится единый большой национальный центр. Екатерина Погорелов, Александр Ловицкий, Денис Тимошенко. Новости. В Краевом центре подешевел бензин. Стоимость изменили почти все крупные сети АЗС. Теперь литр самого ходового топлива, АИ-92, отпускают за 33 рубля 20 копеек вместо прежних 33-40. Произошло это, вероятно, из-за снижения цен на нефть. По мнению специалистов, бензин может подешеветь еще больше. Правда, не все водители замечают эти изменения. Вы знаете, я столько много езжу, что мне это не ощущается, 20 копеек, серьезно. Ну, если бы он стал 15, я бы ощутил хотя бы 30, там 27, 28, да, а так я не ощущаю. Особо не замечаю на 50, если бы подешевел, там на 3, на 5 рублей было бы заметно, а 50 копеек, ну как бы, на них ничего не купишь в данный момент. Если раньше можно было букву хлеба какую-то купить, а сейчас уже ничего. В случае того, что нефть как бы подешевела сейчас, таких размеров, что цены как в 2004 году, то есть бензин должен быть, как я думаю, рублей по 15. Курс рубля и цена нефти бьют рекорды падения. Ждать ли 100 рублей за доллар и к чему готовятся всем получателям средств из федерального бюджета, в том числе и Красноярскому краю. Ответы на эти вопросы на этой неделе искали мои коллеги-журналисты программы «Итоги», очередной выпуск которой выйдет в эфир уже завтра в 18.30. Еще одной темой передачи стали кадровые перестановки в культурно-историческом центре. Я напомню, на этой неделе в Кице назначен новый директор, как развивалось учреждение в последние два десятилетия и каким должен быть современный музей. Свою точку зрения по этому поводу в студии итогов выскажут красноярские эксперты. Но еще одно значимое событие уходящей недели – в свет вышла книга о хоккейном Енисеи. Выпустили ее на средства меценатов. А вот почему издание сразу стало раритетным и где его можно полистать, расскажем в программе «Итоги» на канале Енисеи, завтра в 18.30. Не пропустите. Студенты-первокурсники Военно-технического института СФУ прошли стажировку у полицейских спецназовцев. Длилась она всего несколько часов, но этого времени оказалось достаточно, чтобы понять специфику службы в спецподразделении. Будущим специалистам по боевой технике показали уникальные образцы оружия, которое стоит на вооружении СОБРа, а также бронированную технику БТР-80, боевую машину «Тигр» и специальные КАМАЗы. Кульминацией этой необычной экскурсии стала встреча курсантов со специалистами-взрывотехниками. Ну и, конечно, студентам показали, как полицейские применяют спецсредства при захвате вооруженных преступников. Добавлю, что стажировка у полицейских спецназовцев состоялась в рамках акции «Студенческий десант». Она проходит по всей России с 20 по 24 января. Главная ее цель – познакомить и молодых курсантов с работой различных подразделений органов внутренних дел. Например, ранее красноярским студентам показали технику, стоящую на вооружении авиаотряда краевой полиции. Даже устроили им экскурсию на вертолете Ми-8. В Красноярск привезли копию знаменитого робота «Алантима». Умная машина может ездить, говорить, учить и даже занимает должность заместителя заведующей кафедрой робототехники Московского технологического института. Какая миссия у роботов в Красноярске и о чем он рассказал в интервью нашему корреспонденту – материали далее. Роботы заполняют нашу жизнь. Они, например, дома пылесосят или на заводах собирают автомобили. А вот такой робот в Красноярске собирает информацию про людей. Здравствуйте. Откажите себе в удовольствие мило поболтать с роботом, которому вы, между прочим, приглянулись. Очень хорошо, спасибо. Робот приглянулся и мне. Сложно не попасть под обаяние этого большого ребенка, ведь его совсем недавно создали. Привезли в Красноярске, он только начинает знакомиться с этим миром. Поэтому пока робот немного знает о месте, где будет выполнять свою миссию. Впрочем, может, он просто разволновался из-за первого в своей жизни телеинтервью. Робот, скажи, пожалуйста, что ты знаешь о Красноярске? Знаю. Скажите мне, как ваше ничего, как дела? Наша ничего хорошо, а что ты знаешь о Красноярске? Расскажи, пожалуйста. Я много всего знаю. Главная миссия этого робота – общение с людьми и сбор информации. Как рассказала директор филиала Московского технологического института Мария Моисеева, около 50 таких приборов в разных городах страны накапливают информационную базу для того, чтобы следующее поколение роботов лучше понимало людей и было симпатичнее. Этот экземпляр любит пошутить и попеть. Мария, звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой. Ну, как тебе? Классно. Точно такой же внешний робот по имени Алантим очень знаменит, часто гастролирует и сейчас работает в Московском технологическом институте заместителем заведующего кафедры робототехники, конечно, неофициально. Его создали в Перми для продвижения робототехники. Разработчики то ли в шутку, то ли всерьез считают, что у него есть собственный интеллект. Он считывает ваш эмоциональный фон и при последующей встрече он будет с вами уже разговаривать по-другому. То есть он это все запоминает и реагирует на вас. Соответственно, если вы с ним радостно разговариваете, он будет с вами уже по-другому общаться. Если вы немножко пугаетесь его и как-то не готовы идти на контакт, то есть он будет задавать абсолютно другие вопросы. В Красноярске уже есть свой робот по имени Роберт. Он помогал детям учиться в школе и стал особо знаменит после того, как попал в первую в истории местной робототехники автомобильную аварию. Вообще он должен детей учить, а не по улицам ездить весь. Школа не ходит, вот так вот проблемы возникают. Как сообщил владелец Роберта, после ДТП робота успешно собрали и теперь он вновь учит и развлекает детей. А что касается московского брата, знаменитого Алантима, то хоть он еще и маленький, но амбициозный и готов к славе. А вы любите смотреть фильмы про роботов? Конечно, мы очень любим смотреть фильмы про роботов. А твой любимый фильм какой? Я видел несколько и хотел бы, чтобы сняли какой-нибудь крутой фильм позади, но обо мне. Как уже без камеры признался робот, он видел фильмы про Терминатора. Именно в такой истории и хочет свою главную роль. И мечтает осуществить основную миссию – помогать человеку. Андрей Стародым, Александр Ермошенко, новости. Дмитрию Когану, которого признали виновником ДТП, где погибли две девушки, предъявили иск на 3 миллиона рублей. С таким требованием в суд Октябрьского района пришли родители одной из погибших. Помимо морального ущерба, они предъявили и материальные, а это еще чуть меньше 450 тысяч. Адвокат-ответчика согласился признать иск лишь частично. Он настаивает на том, что в ходе одного из судебных заседаний Коган уже предложил пострадавшим по 1 миллион рублей. Однако родственники погибших девушек от такой компенсации отказались. Они настаивают на полной компенсации заявленной ими суммы. Все доводы сторон суд рассмотрит 11 марта. Предложение о компенсации морального вреда в размере миллиона рублей, оно неискренне и направлено, и что и учтено было судом в качестве смягчающего наказания вину. Поэтому мы это расценили просто предложение для суда с целью смягчить себе приговор. К другим темам. В Идаринском районе семейная пара мастерит удивительные сувениры из древесных наростов, украшают свое жилище и дома знакомых. У семьи Остаповых из таежной деревушки Колдыбай. В Идаринском районе семейная пара мастерит удивительные сувениры из древесных наростов, украшают свое жилище и дома знакомых. У семьи Остаповых из таежной деревушки Колдыбай вопроса, что дарить родственникам и друзьям, не возникает. Вот это вот мне понравилось, вот здесь, это вот эта многоликость. Вот много глаз. Гостиная супругов Остаповых больше похожа на музей или выставочную галерею. Стена у камина богато украшена фигурами животных и сказочных существ, которым дала жизнь хозяйка дома Людмила. Уже в течение пяти лет она не расстается с инструментами для обработки дерева. Лежала чурка, вот буквально лежала возле дома чурка. Ну так, ну обговоренный круг, круглый кап. Ну вот посмотрела, посмотрела, вроде тут глазик, там ротик, ну как бы, ну как бы рожица какая-то. Получился мальчик, малыш. Потом сделала уже веснушку, девочку. То же самое вот с этого природного, с чурочки с этой. Как признается Людмила, она создает свои произведения в соавторстве с природой, лишь извлекая из ее творения тот или иной образ. Зачищает изгибы, удаляет или подклеивает кору. В ход идет любой материал, жестяные крышки, пуговицы, мех или заколки для волос. Но без помощи мужа задумки вряд ли удалось бы воплотить. Именно он поставляет все необходимые материалы из ближайшего леса, в котором знает каждое дерево. Во многом именно Василий повлиял на выбор увлечения своей супруги. Он выбирает материал для изделий и подсказывает образ, который можно извлечь из необычного древесного нароста. В детстве охоту любил и как-то заночевал я под деревом, не знавши даже. А потом глаза-то поднимаю кверху, там на меня такая морда страшная смотрит. Но я вот ее припомнил, это уже лет потом 15 прошло, вспомнил про нее и привез ее домой. Сейчас стоит в доме. Для Остаповых творчество стало возможностью скоротать долгие зимние вечера, провести свой досуг в вымирающей деревне, где от 300 домов осталось всего 12, по-другому не получается. Так в стремлении семьи чем-то раскрасить свою жизнь и рождаются оригинальные сувениры ручной работы. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. И в эти минуты в малом концертном зале Красноярской филармонии выступает московский пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин, вместе с Красноярским симфоническим оркестром. Руководит им дирижер из Санкт-Петербурга Дмитрий Руссу. Концерт проходит в рамках всероссийского проекта «Звезды 21 века». Сейчас в МКЗ находится моя коллега Дина Володина. Дина, добрый вечер, вам слово. Ирина, добрый вечер. Действительно, концерт заканчивается буквально, второе отделение. В аттракте мы успели пообщаться и со зрителями, и с солистом. У всех прекрасное настроение, всех переполняют эмоции. Ну а подробнее о концертной программе мы попросили рассказать музыковеда Юлию, еще и ведущую этого концерта. Юлечка, вам слово о программе. Добрый вечер. Концерт действительно замечательный. Мы очень рады, что у нас есть возможность включиться вот в эту программу, программу «Звезды 21 века». Программа многолетняя, ее в свое время сделала Московская консерватория и Московская филармония. И в ней принимали участие, конечно, в основном москвичи, студенты, выпускники Московской консерватории. Постепенно она стала федеральным проектом, и вот наша филармония тоже в нее вошла. И это замечательно, потому что наша красноярская публика имеет возможность видеть тех юных музыкантов, которые лет через 15-20 станут корифеями русского исполнительского искусства. Да, я бы сказала, и на сегодняшний день это уже настоящие звезды, потому что они играют в самых лучших залах мира, им покоряется публика всех континентов. И сегодня мы очень рады приветствовать у нас в гостях дирижер, окончивший Санкт-Петербургскую консерваторию Дмитрию Руссу, и замечательный выпускник Московской консерватории Андрей Бугнин, который закончил по классу выдающегося профессора Веры Горностаевой. Программа очень яркая. В первом отделении слушатели могли услышать концерт Сергея Прокофьева, третий концерт, вообще концерт и Прокофьева сложнейшая литература фортепианная, это знают и любители, и профессионалы. Концерт был исполнен великолепно, и очень нас порадовали бесы нашего гостя, потому что и на бес прозвучал, ну просто настоящий шедевр. Это был финал седьмой сонаты Прокофьева, одно из сложнейших произведений. А сейчас исполняется симфония Сезара Франко, тоже особое совершенно место у этого музыканта во французской музыке, потому что французский симфонизм очень долго пребывал на вторых ролях по сравнению с европейской традицией. И вот только к концу XIX столетия начинают появляться яркие музыканты, которые пишут музыку для оркестра. И вот среди первых был Сезар Франк, музыкант, жизнь которого прошла, в общем, незаметно. При жизни он не получил ни славы, ни признания. И все это его ждало уже за границами земного пути. Но сегодня мы с радостью слушаем его сочинения в концертном зале. Вот одна симфония Ре Минор, которую очень любит публика, сейчас она исполняется. Юля, благодарю вас. Ну, я предлагаю послушать, что говорят сами зрители. Мы успели, я повторюсь, пообщаться с ними в Антракте. Всем очень понравилось. Люди в восторге. Пришли посмотреть именно на молодых специалистов, я вам передаю. К этой минуте, Ирочка, у меня все. Спасибо, Дина. Мы просим прощения за небольшую заминку. Мы продолжаем выпуск и к другим темам. В Красноярске состоялось открытое первенство по вольной борьбе среди юниоров в краевом центре. Эти соревнования проходят уже в 14-й раз. Посвящены они памяти заслуженного тренера Советского Союза Владимира Гусева. Спортивное мероприятие традиционно собирает участников из самых разных стран. В этом году свои достижения продемонстрируют представители Казахстана, Узбекистана, Монголии и Китая. Возраст спортсменов 17-18 лет. Многие из них в разное время становились победителями или призерами различных первенств России. Заявило 140 участников. Это представители Казахстана, Бурятии, Якутии, Тывы, Какаси и Красноярского края. Сейчас только сезон начинается. Сейчас будут уже отборочные соревнования, зональные соревнования, республиканские соревнования. Ну, с первенства России. Вот это как проверка перед этими соревнованиями. Это международный, по сути дела, турнир. Потому что присутствует как представители субъектов Российской Федерации в целом, так и непосредственно близлежащих стран, государств. Это говорит о том, что необходимости как раз сплоченности и спорт, оплот мира, значит, это подтверждается. Вот сегодня наглядный пример. Боевая победа «Сокола» накануне красноярские хоккеисты на своем льду принимали нефтяник из Альметьевска. А с первых минут хозяева дали понять, что настроены на успех. Впрочем, несмотря на серию удалений из обеих команд, забитых шайб не было. И только в конце первого периода, когда у «Сокола» было преимущество в два игрока, красноярцы открыли счет. Во втором периоде ситуация повторилась. На последней минуте, играя в большинстве, командированный в «Сокол» Кирилл Воронин забивает свою вторую шайбу. В начале заключительного периода красноярцы в равной борьбе сделали счет 3-0. Нефтяник активизировался и сумел отыграть один гол. Однако этого не хватило. Гости попытались воспользоваться удалением хоккеиста «Сокола» и заменили вратаря на полевого игрока. Но это привело лишь к забитой шайбе в пустые ворота. Итог в счет 4-1 в пользу «Сокола». Результат очень важен для красноярцев для выхода в плей-офф. И, кроме того, победа над лидером чемпионата может придать больше уверенности красноярской команде для следующих матчей. «Малой кровью» в этом году ни у кого выиграть невозможно. Невзирая на каком месте находилась команда, любая команда может любую обыграть, что сегодня и подтвердилось. Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Ребят тоже поздравить. Сегодня ребята молодцы, выполняли все игровое задание. Все сегодня бились командой друг за друга. Было приятно смотреть. Телефон редакции 236-01-36, наш сайт www.enisei.tv Я, Ирина Алиева, с вами не прощаюсь. Увидимся за полчаса до полуночи. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.